Жесть здесь заставки красивые Все? Да нет, не шурши, блять Я как кино смотрю Я еще и записываю, потом ролик вставлю А ты разговариваешь Большая часть игроков моего канала играют в игру Smite А в свою очередь пришли они в нее отчасти от большой любви к мифологии разных народов И в данном случае речь у нас пойдет об игре, в которой мифология также является частью сеттинга Игра под названием Bridge Это RPG с видом от третьего лица в стиле Evolve Все мы помним, а кто не помнит должны были слышать о данном проекте Сессионная игра, в которой часть игроков становится охотниками А один из них отыгрывает роль монстра, на которого собственно охотятся Собственно тут геймплейная часть ушла не намного далеко Четыре игрока выступают в качестве охотников, а один играет от лица монстра демона В основе игрового процесса лежит сыгранность команды охотников, либо навыки демона Всем необходима прокачка, которая осуществляется путем убийства мобов на карте И в момент, когда пользователь выслеживает босса или он нападает, все должны быть готовы К слову, игра за различных демонов или персонажей радикально отличается Первый обладает уникальным внешним видом и навыками В то время как люди представляют собой классы, вроде танка, целителя, пироманстера, мастера теней и так далее Каждый с собственным набором способностей и оружием Реализация проекта оказалась даже лучше, чем у Evolve Единственным минусом можно назвать отсутствие баланса Но если вы заглянете в новости по игре на сайте в Steam, то увидите, что патчи выходят каждую неделю А значит разработчики отступаться от бричи явно не собираются Сессионная игра Есть две стороны конфликта Герои и демоны-завесы Поражение героев, победа демона Одна сессия, это одна миссия Ну все довольно таки просто Вся миссия делится на несколько задач Поменьше и в конце босс При выполнении малой задачи дается опыт Который идет в уровень, но не в уровень аккаунта, а в уровень текущей миссии, как в Ходсе У обеих команд есть уровень общий на всех членов команды Каждый уровень дает возможность взять апгрейд Выбор апгрейдов зависит от предметов, надетых на персонажа Могут быть как апгрейды способностей, так и пассивки Например, дополнительный заряд у ворота Или переделывание таргетовой защиты обилки на всех союзников Если герои выполняют миссию, то получают опыт себе Если у них не выходит, то опыт получает демон Чем выше уровень, тем проще справиться с боссом в конце Итак, четыре героя Для них миссия является кооперативом против толпы мобов и демона завесы Перед миссией каждый выбирает себе класс Провалом считается только смерть всей команды одновременно То есть поднимать союзников можно бесконечно, пока есть кому У героев есть зелья здоровья, которые восполняются довольно много хп И использовать их можно даже находясь в стане Также, если остались зелья, то при подъеме союзников после ранения автоматически используются зелья Если зелья нет, то просто будет мало хп Давайте теперь о демоне Он один в команде При этом он выбирает не только свой класс, а еще двух элитных существ, которые будут призывать в течение миссии Это типа его ульты Демон бессмертен Ну то есть вообще бессмертен Герои никак не могут с ним взаимодействовать по своему желанию Его задача помешать героям выполнить миссию любыми способами Среди способов, ну то есть зависит от класса естественно, есть ловушки, бафание мобов, призыв элитных существ, вселение в любого союзного моба, включая босса Немножко о вселении Доступно всем классам демона Вселение дает полный контроль над мобом Это делает его сильнее, не по уровню слава бога, но при вселении вы можете использовать у ворота Точно так же как и герои Это сильно повышает живучесть А моба сильно маленьким хп получает дополнительное хп Более того, есть леобилки, делающие подконтрольного моба временно бессмертным после потери последнего хп При вселении вы можете по желанию покинуть тело моба Но вы также можете использовать способности демона, за исключением пассивок для вселения По поводу классов, они не золоченные, если можно так сказать То есть каждые два уровня мы разблокируем слот способности и можем ее заменить другой разлоченной способностью А сама способность, которая была в слоте, становится доступна для других классов того же направления Основные проблемы это, конечно же, баланс Это не симметричная игра, такая же проблема в свое время преследовала и Волф Сторона четырех героев требует не только скилла от каждого персонажа, а еще и слаженной командной работы Ошибка одного в некоторых случаях может легко провалить миссию Демон же, со своей стороны, требует только собственного скилла А ошибки сглаживаются поддержкой мобов Так что вот такой вот у нас вышел мини-обзор Игра мне понравилась на самом-то деле Игра прикольная По поводу ее будущего Слушайте, она сейчас платная в стиме, но далее она, насколько я знаю, будет бесплатной Поэтому, в принципе, попробовать ее сможет каждый, не покупая Ну а на сейчас мы заканчиваем с вами, ребят Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова